«Сверхъестественное сейчас» с апостолом Гильермо Мальдонадо. Добро пожаловать в «Сверхъестественное сейчас» с апостолом Гильермо Мальдонадо. Сегодня в программе речь пойдет о депрессии. Вы знали, что 322 миллиона людей во всем мире живут в депрессии? Они пробовали все, но им не удалось выбраться из нее. Однако нужно дать шанс Богу. Депрессия — это зачастую действие духа угнетения. Он охватывает людей своими щупальцами, многие ищут выход естественными путями, но им не удается, потому что у этого недуга духовные корни. Апостол Мальдонадо в этой программе желает сказать вам, что если вы можете получить свободу от духа депрессии, вы будете счастливы. Не пропустите это послание и позвоните тем, кто сражается с этой проблемой, и вы увидите Божью силу и освобождение в вашей жизни. Итак, смотрим апостола Мальдонадо. Пожалуйста. Всем привет. Вы знаете, что Писание говорит уникальные вещи о человеке по имени Илья. Он убегал от Иезавелия. Эта женщина угрожала ему, что она его убьет. В результате Илья сбежал в пустыню. Библия говорит, что он хотел умереть. Он был сильно разочарован. И в Третьей книге Царств, 19 главе, 4 стихе, мы увидим семя мудрости, которым я хочу с вами поделиться. Это слово изменит вашу жизнь. Я знаю, что многим из вас нужно это услышать. Сегодня мы говорим о войне с депрессией. Война с депрессией. Итак, Третья книга Царств, 19 глава, 4 стих. Библия говорит, а сам он отошел в пустыню на день пути и там просил смерти себе. Но почему так? Потому что он убегал от угроз духа, от угроз женщины, которая хотела его убить. Когда в Библии стоит фраза «И просил смерти себе», здесь стоит слово «меланхолик», что указывает на его депрессивное состояние. О чем это нам говорит? У меня есть сотни историй, я бы даже сказал тысячи, от тех людей, которые были в депрессии, но Бог их освободил. Депрессия — это одна из основных душевных болезней, ментальных болезней, от которой страдают люди в Америке. Вы знаете, что в настоящее время около 20% населения Америки пребывают в состоянии депрессии. А обычно в таком состоянии пребывают 10% населения. Итак, что такое депрессия и каковы ее причины? Я хочу, чтобы вы поняли, что если вы смотрите сейчас дома, и вы понимаете, что я говорю о вас, то депрессия — это термин, который дали этому состоянию психиатры и психологи. Но что говорит Библия? Что представляет из себя депрессия? Это состояние. Я прочту вам свое определение. Оно мне очень нравится. Депрессия — это плен, в который враг забирает вас, бросает туда и замыкает дверь. Это состояние безнадёжи. Вот как я могу это описать. Человек, пребывающий в депрессии, это человек, не имеющий надежды. Отсюда и состояние безнадёги. Он или она потеряли всякую надежду. Если вы в депрессии, вы не видите проблеск света впереди. У вас вообще нет никаких позитивных ожиданий. То есть вы вообще ничего уже не ждёте. Ваши ожидания равны нулю, потому что враг целиком и полностью ослепил вас, чтобы вы не могли видеть будущее. Итак, депрессия — это демоническое угнетение, это действие духа тьмы. Он вызывает ментальную смерть. То есть когда вы в состоянии депрессии, вы прежде всего умираете в своём разуме. А уж потом смерть приходит и в ваше тело. Я хочу обратиться сейчас к тем из наших зрителей, которые понимают, что когда вы в депрессии, даже ваше лицо меняется. Меняется ваш внешний вид. То есть вы становитесь бессильными. Вы находитесь в так называемом разрушающем режиме. Я опишу вам это состояние. К вам начинают приходить мысли о суициде, и это уже начало процесса демонизации, порабощения весами. Многие психиатры и психологи считают, что депрессия — это просто состояние тяжести, состояние химического дисбаланса в мозге человека. Но это нечто большее. За 30 лет моего служения я молился за тысячи людей, и Бог давал им свободу. Потому что многие люди ищут причины депрессии только в чём-то, что касается эмоций или ментального состояния человека. Но проблема таится гораздо глубже. Итак, нас смотрит много людей, и я вижу, как они получают свободу. Много женщин сейчас освобождаются от депрессии. Я вижу женщину по имени Изабелла. Вы страдали от этого недуга три месяца. И Бог сейчас дарует вам свободу во имя Иисуса. И также есть люди, которые смотрят на сейчас. Я вижу парня по имени Марк. Вы в депрессии, потому что вы сирота, и вас мучают мысли, что вас никто не любит. Вы страдаете от духа отверженности. И вы мучаетесь от этих мыслей уже долгое время. К вам приходят мысли о самоубийстве. Но я освобождаю вас во имя Иисуса. Многие из вас, кто смотрит на сейчас, вы находитесь в режиме разрушения. То есть в вашу жизнь вошёл дух депрессии. Этот дух пришёл к вам, но сейчас вы должны обрести свободу. И также я вижу многих людей, кого демонический дух замкнул в кругу безнадёжности. Они отчаянно ищут выход и считают, что их проблема, то, что их так сильно тревожит, не имеет пути решения. Но это ложь врага. Выход есть. И Бог говорит к вам сейчас об этом. Я вижу девушку. Вам 18 лет, и вы переживаете о вашей школе травлю. Вам там приходится очень нелегко. Подростки насмехаются над вами о вашей школе, и это вогнало вас в депрессию. Но во имя Иисуса я освобождаю вас от депрессии прямо сейчас. Будьте свободны во имя Иисуса. Я прошу вас позвонить нам прямо сейчас. Где бы вы сейчас не смотрели эту программу, по телевидению или в соцсетях, позвоните нам. Друзья, вам необходимо сделать этот шаг веры. Я видел мужчин и женщин, которые делали шаг назад или закрывались в себе, и они не давали себе шанса освободиться от депрессии. Они оставались в депрессивном состоянии, в режиме саморазрушения. Они целыми днями не вставали с кровати. Они спали и спали по многу часов к ряду. Они полностью изолировали себя в своей комнате и еще они не принимали душ. Они просто продолжали спать и спать. Их телесная сила истощалась. Это часть депрессивного состояния. Это признаки депрессии. Многие люди, кто смотрит сейчас, вы говорите, «Апостол, помолитесь за меня». Позвоните нам. У нас есть команда, готовая за вас молиться. И у нас есть масса историй. По их молитвам люди получали свободу и исцеление. Я обучил этих людей, и они носят в себе силу и помазание для того, чтобы освободить вас. Поэтому звоните нам прямо сейчас. Нет ничего невозможного для Бога также освободить вас душевно и ментально. Сама я родом из Вирджинии, не из Майами. Я посещала там церковь более 15 лет. Я просто называла себя христианкой. Но на самом деле это были только слова. У меня была очень низкая самооценка. В раннем детстве меня дразнили сверстники. И в итоге позже я стала непослушным подростком. В ту неделю, когда со мной впервые случилась паническая атака, были похороны близкого друга семьи. Я это очень тяжело перенесла. Это был день его рождения. Он так к нему готовился, но случилась передозировка зинаксом. И также на той же неделе близкий друг нашей семьи, из нашей церкви, тоже скончался. Было две смерти за одну неделю. Это стало причиной того, что у меня случилась паническая атака. Я поняла, что начинается что-то ужасное. Я начала паниковать. Это было прямо в церкви. Когда моя мама подбежала ко мне, я уже была сама не своя. Я не могла дышать. Я была безжизненна. Я так плохо себя чувствовала, что не могла ходить, не могла дышать. И говорить, двое мужчин вытащили меня на воздух из церкви. Мне было 21 год. Почему я каждый день переживаю панические атаки? Мне прописали зинакс. Многие молодые люди употребляют его как наркотик. Второе лекарство называется селекса. Мне его прописали на целый год. На самом деле я не жила. Я не могла ходить на учебу или на работу. Всякий раз, когда я принимала зинакс, я была уже не собой. Я была как овощ. Мама видела, как я мучаюсь, что сижу на таблетках и ничего не помогает. Она сказала, ты едешь в Майами. Тебе нужно отдохнуть на пляже, как следует расслабиться. Ну, от такого предложения кто откажется? И я сказала, хорошо. Я веселилась, купалась в бассейне, наслаждалась погодой, но в среду случилась очередная паническая атака. Я была совершенно не в себе. Я смогла вернуться в тот дом, где гостила. Я сказала, Бог, мне 21, и я не могу так жить. Я решила убить себя. Я уже все распланировала. Я решила выпить горсть зинакса. Потом я подумала о маме, о людях, которые верили в меня и молились обо мне. В тот момент я ни во что не верила. Ты не видишь ничего дальше, чем твоя паническая атака, твоя депрессия. Это все, что перед тобой. Ты в темноте, и ты не видишь света. Потом в мою комнату вошла одна женщина и говорит, ты не хочешь пойти с нами в Дом мира? Там много молодых людей. Я решила, хорошо, убью себя позже. Лидер этого Дома мира меня не знала, она ни разу в жизни меня не видела. Все, что она знала, это мое имя. Она сказала, могу я помолиться за тебя? Я сказала, хорошо. Я представляла, что она просто скажет, благослови тебя Бог во имя Иисуса. Она подошла и начала молиться за меня. Она рассказала мне всю мою жизнь. Рассказала о таблетках, о моем отце, о депрессии. Она подробно рассказала, что я пережила в своей жизни. Она знала даже то, о чем я вообще никому не рассказывала. Мне это показалось просто невероятным. И через минуту во мне все изменилось радикальным образом. Было разорвано проклятие. Нужна всего лишь одна встреча с Богом. Мы выбросили все таблетки. Я от всего этого отказалась. Я верила и знала, что Бог в этот момент реален для меня. Когда ко мне подходят люди и говорят, я страдаю депрессией или беспокойством, я говорю, я знаю, что нужно делать. Я тоже через это проходила, и вместе мы справимся. Ты получишь свободу, потому что, если Бог сделал это для меня, Он сделает это и для тебя. если бы не панические атаки, не депрессия, не суицидальные мысли, я бы не была там, где я сейчас. Чтобы Бог привел меня к моей цели, мне нужно было пройти через тьму и шторм. Но, слава Богу, я свободна сейчас. Как вы думаете, почему вы в таком состоянии? Первая причина — это демонический дух. Если вы долгое время находитесь в депрессии, это означает, что демонический дух вошел в ваш разум. Именно тогда к вам начали приходить суицидальные мысли. Вы начали подумывать о том, чтобы убить себя. Вторая причина — родовые проклятия. Родовые проклятия — это тоже одна из причин депрессии. К примеру, я видел женщину, которой сначала бабушка была в депрессии, потом в этом состоянии, жила ее мать, и теперь она сама страдает от депрессии. И третья причина — разочарование в жизни. Вы чего-то ожидали, и это так и не исполнилось. То есть вы находитесь в состоянии депрессии из-за внутреннего неудовлетворения. В вашей жизни были какие-то сферы, в которых не исполнилось то, чего вы ожидали. И в результате вы сейчас страдаете от депрессии. Но послушайте, у меня есть для вас решение на все эти три причины возникновения депрессии. И более того, Писание и Иисус имеют решение для всего этого. Итак, первая причина — демонический дух. Иисус победил дьявола на кресте. И вторая причина — родовые проклятия. Послушайте, это очень сильно. Иисус сам понес на себе ваши родовые проклятия для того, чтобы вы приняли его благословение. И третья причина — разочарование в жизни. Это происходит в жизни каждого из нас. Все мы переживаем порой разочарование. Но послушайте, у Бога есть для вас нечто лучшее, нечто еще более прекрасное. Поэтому не прекращайте ожидать. Причина депрессии в том, что вы чувствуете неудовлетворение и совсем потеряли надежду. Но я скажу вам, надежда есть. Меня сейчас смотрит бизнесмен. Вы бизнесмен и говорите, я из-за этой сделки потерял большую сумму денег, и теперь я не знаю, что мне делать. Бога есть для вас другая сделка. И, кстати, эта сделка в 3 миллиона 200 тысяч долларов. Бог высвобождает ее на вас, потому что Бог дает вам еще одну возможность. Бог освобождает вас от демонического духа угнетения. Он освобождает вас от ваших проклятий, потому что Он уже заплатил за ваше проклятие, чтобы вы приняли его благословение. Бог никогда вас не разочарует. Ваши ожидания никогда не превзойдут то, что имеет для вас Бог. И Бог говорит вам сейчас, ожидайте чего-то большего, потому что вас ожидает яркое, светлое будущее. Ожидайте чего-то большого. Я благословлю вас финансово. Я благословлю вашу семью. В какой бы сфере вы не пережили разочарование, Бог говорит вам, у меня есть для тебя нечто лучшее. Поэтому возьмите трубку и позвоните нам. Кто-то спросит, апостол, ну как мне узнать, что я в состоянии депрессии? Сейчас я перечислю вам симптомы депрессии, а вы в это время позвоните нам и скажите, я хочу быть свободным. Итак, первый симптом депрессии — продолжительная глубокая грусть. Мы все порой можем быть грустными, но я говорю о продолжительной глубокой грусти. И второй симптом — безнадега и неверия. Третий симптом — вы чувствуете себя ничтожеством, никому не нужным и ничего не стоящим. Также к симптомам относятся чувства вины. Боль. Люди, страдающие депрессией, также чувствуют головную боль, боль в теле и в любой его части. Следующий симптом — суицидальные мысли. Все вышеперечисленные симптомы депрессии. Но можно ли получить свободу от депрессии? Да. У меня для вас есть хорошая новость. Вы говорите, я уже долго в депрессии, это родовое проклятие, и выхода нет. Выход есть. Я хочу молиться о вас. Иисус Христос заплатил на кресте за всякую болезнь, депрессию, за всякое проклятие. Он победил врага. Ваше решение духовной проблемы телесное. Вы пытаетесь принести просветление в разум. Да, проблема действительно в разуме, но вызывает эту проблему в разуме духовное существо. И сегодня Бог высвобождает на вас, как на медицинского доктора, свою силу и помазание. Молитесь за людей, и люди будут получать свободу. Я лично видел многих людей, которые после молитвы моментально получали свободу и исцеление. Преображалось их лицо, они полностью менялись внутри, тяжесть уходила с их плеч. Итак, Бог освобождает сейчас вас от демонического угнетения. Я вижу, что Бог освобождает сейчас множество женщин. И также я вижу подростков. Вы знаете, что один из 92 подростков кончает жизнь самоубийством? И сейчас я вижу, что нас смотрят многие подростки. Бог освобождает вас прямо сейчас. Я связываю всякий дух депрессии. Я прошу вас сейчас положить руки на вашу голову и на ваш лоб. Отец, во имя Иисуса я приказываю всякому духу депрессии. Повелеваю силой и властью Иисуса выйди вон. Выйди вон во имя Иисуса. Уходи прочь. Я приказываю всякому духу смерти, депрессии и страха выйти вон во имя Иисуса. Оставь в покое народ Божий. Убирайся прямо сейчас. Вы смотрите сейчас нас дома. Я освобождаю вас. Вы уже долгое время страдаете от депрессии. Вас бросил муж, и после этого вы впали в депрессию. Но во имя Иисуса я освобождаю вас. Во имя Иисуса будьте свободны. И также я разрываю всякое родовое проклятие. Я разрушаю всякое проклятие депрессии, смерти и самоубийства. Прямо сейчас во имя Иисуса я освобождаю вас. Я молюсь об этих людях, молюсь о наших зрителях, кто говорит, я разочаровался в жизни. Я высвобождаю на вас веру. Я высвобождаю вашу жизнь ожидания. И во имя Иисуса я освобождаю вас. Примите свою свободу. Сейчас принимает свободу Марк, принимает свободу от депрессии Джули. Примите свободу от депрессии прямо сейчас. Во имя Иисуса будьте свободны. Также я вижу множество людей, которые освобождаются от депрессии прямо у себя дома. И также я вижу пастора. Вы транслируете эту программу у себя в церкви. Я вижу, что ваши люди, многие из них сейчас принимают свободу. Отец, я беру власть на духом депрессии в жизни тех, кто сейчас в этой церкви смотрит этот эфир. Дух депрессии убирайся во имя Иисуса. Я вижу, как пасторы освобождаются от депрессии. Вы так долго пребывали в ней, а я освобождаю вас во имя Иисуса. Пасторы принимают сейчас свободу. Из-за депрессии вы оставили свое служение, вы утонули в разочаровании, и вы не знали, что стало причиной. Во имя Иисуса примите сейчас свое освобождение. Я высвобождаю сейчас вашу жизнь силу Божию. Я высвобождаю крещение Духом Святым. Говорите иными языками прямо сейчас во имя Иисуса. Если у вас есть болезнь в теле, я освобождаю вас. Примите вашу свободу, ваше исцеление во имя Иисуса. Отец, я благодарю тебя, я воздаю тебе славу. Я также хочу обратиться к тем из вас, кто еще не принял Иисуса как вашего личного спасителя. Нужна первая встреча с Богом перед тем, как начать делать что-то еще. Вы должны, во-первых, встретиться с Иисусом. Кто такой Иисус? Он Сын Божий, и Он умер на кресте за наши с вами грехи. Если вы покаетесь в своих грехах, Иисус верен, и Он простит вас. Библия говорит, что все люди грешники, и что возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. Повторите эту молитву за мной. Отец Бог, я признаю, что я грешник, раскаиваюсь в рехах и исповедую своими устами, что Иисус Христос мой Господь и мой Спаситель. Иисус, войди прямо сейчас в мое сердце. Аминь. Да благословит вас Бог. Добро пожаловать в Божию семью. На экране вы видите номер телефона. Это номер нашего колл-центра. Эти люди ждут, чтобы помолиться о вас. Они говорят на испанском и на английском. Есть те, кто говорит на других языках. Позвоните и мы помолимся за вас. Пусть Бог принесет вам свободу. Наслаждайтесь лучшим периодом вашей жизни. И больше никакой депрессии. Если вы произнесли эту молитву, вы теперь не одни. Мы с вами. И мы готовы послужить вам. Звоните нам, и мы будем рады помолиться за любую вашу нужду. Не позволяйте дьяволу отобрать то, что принадлежит вам. Это новый день. Сегодня новый старт. Вы говорите, я пытаюсь подняться, но снова падаю. Но сегодня цепи были разорваны вашей жизни. Бог с вами. Вы его сын, его дочь. Он вас не оставил. Помните, что его обетование да и аминь. Если вы чувствуете, что вам нужна помощь, просто позвоните нам, и мы будем рады помолиться о вас. Уверяю вас, это день для вашего сила, чтобы даровать вам свободу. Так что дайте знать, если вам нужна молитва, мы готовы молиться о вас, друзья.